большое спасибо я очень рад что мы здесь собрались очень хорошо что все у нас по-английски идет это очень удобно и официальный язык европейской школы онкологии это только английские я с большой радостью нахожусь здесь с вами мне бы хотелось поблагодарить организаторов и очень хорошо что так хорошо на греческом признаем то есть наши имени имена очень хорошо произносится калиния вот как вот галина да галина прекрасно греческое имя даже не знала оказывается греческое здорово извините я не с калине это значит мир мир это означает мир галине а это мир замечательно а люди означает вешливый вешливый я замечу но это меня не касается на на сегодня греческий будем изучать дорогие друзья я буду говорить о очень важных вещах это образование развития карьер в особенности медицинской онкологии в европе и прежде всего прежде чем перейти действительно к вопросам развития вашей профессиональной карьеры образования хочу сказать несколько важных слов по поводу образования но мы считаем что только в университетах мы это получаем на самом деле это даже ошибка три важных вопроса каково наше нынешнее позиции позиционирование касательно наших выпускников тоже колледжи образование онкологическое иногда фрагментировано разрозненное и недооценивается многими и в европе и за пределами европы большинство студентов медиков никогда не имеет такой клинической ротации в онкологии студенты медики собственно говоря они просто стараются приобрести конечно какие-то навыки требуемые стандарты которые требуются в онкологии но вот возникает важный вопрос вопрос номер два можно сказать почему нам стоит необходимо улучшить наше образование качество образования студентов медиков но прежде всего можно сказать что очень высокий уровень смертности от рака до сих пор и потом некоторые специализации такие как медицинская онкология очень быстро развиваются и сами врачи собственно говоря понятно что они забывают какие-то навыки которые получили в колледже что то такое тоже происходит и к сожалению у нас нет достаточной а в академической медицине от достаточного уровня на 100 в нечество онкологического что же нам теперь делать я думаю что нам нужна реформа реформа образовательные программы чтобы учить студентов онкологов передавая им как можно больше вас важных умений навыков профессиональных и практических с тем чтобы они знали как иметь дело с пациентами онкологическими как с ними обсуждать даже вопросы на протяжении последних может быть 20-30 лет есть также инициативы по онкологическим дополнительным программ например европейская школа онкологии европейское общество медицинской онкологии они считают что это очень хорошо это дополнительное образование например летние школы хорошо бы чтобы мы уговорили своих студентов чтобы они ездили на эти летние школы любой из вас может получить такой шанс это дополнительные программы это летние школы это дополнительное образование мне кажется это просто превосходная идея далее что касается обучение медицинской онкологии в европе как она проходит и я буду говорить международную учебную программу с маска потому что это больше всего мне знакома я был председателем с маска это наша группа по международному образовательным программам с маска и для тех кто хотел бы заниматься онкологии конечно вы должны всегда помнить две вещи все за и против за это то что конечно же рак это широко распространен заболевание очень высокий уровень смертности при нему и вам нужно чтобы онкологи медицинские онкологии были очень хорошо обученные и проводится поэтому очень много исследований начиная с исследований клинических исследований но также есть и против аргумента например ну приходится говорить такие печальные новости пациентам у вас рак смертельные заболевания синдром выгорания существует и потом окончательный исход пациентов не всегда бывает успешен давайте перейдем к истории о глобальной международной программы расписание обучения из маска медицинский колледж был соединенных штатах основа 1965 году что это уже была отдельная специальность а в 1908 девятом году если мы начали в первый раз работа над программой сертификации чтобы было были экзамены европейских медицинских онкологов выпускников в 2004 году совместная рабочая группа с маска была основана это была первая ключевая инициатива по образованию в онкологии и впервые она была опубликована в анкологии джейси журнале в 2004 журнале профессионал знаете что такое логбук журнал этот он был запущен он был переведен на 11 языков этот журнал на 11 языков за исключением по моему русского на русском не был переведен такой рабочий журнал 2005 году он медицинская онкология была официально признана в рамках евросоюза потому что в евросоюзе есть такая директива я вспоминаю те времена когда мы боролись за то что была такая официальная специальность и в 2010 году вот это международная учебная программа и этот рабочий журнал были обновлены 2016 году вышло новое издание этой международной программы это издание 2010 года есть создание 2016 года видели когда-нибудь у нет не видели очень хорошо все очень четко она разделена на различные разделы вот этот рабочий журнал это 2017 года уже разделена несколько секций разделов и подразделов глав и под глав которые были написаны специалистами с мой и аска давайте сейчас еще посмотрим почему нам необходимо вот это вот глобальная учебная программа особенности в европе я полагаю что нам необходимо просто в международном плане иметь четко утвержденные рекомендации для образования клинической онкологии по всей европе это должно быть единым и мы должны способствовать большей мобильности медицинских онкологов чтобы они работали в разных странах европы получили образование в россии можете теперь где-то еще приезжайте в грецию поработать почему бы нет если есть единообразие в обучении то все это возможно потом конечно тут есть разные опции как обучаться медицинской онкологии и для того чтобы утвердить эту специальность как уникальную специальность в европе медицинской онкологии это также хорошо и для пациентов для пациентов которые живут какой-то другой стране допустим и собственно говоря может там остаться или куда-то переехать и где бы он не находился его будут точно также лечиться должно быть единообразие вот это полная программа которая относится вот к этому к этой глобальной учебной программе она начинается с трехгодичного обучения внутренней медицине могу сказать что вы должны помнить вы не ставите хорошим медицинским онкологом если также не будете интерном начале не будете заниматься этой внутренней медицины я знаю что мой друг матео наверное с этим не согласен или согласен но сложно конечно заниматься этой внутренней медицинской наукой и также интернами ночей поработанную в италии сложно но это очень важно вначале так поработать интернет потом уже два-три года есть программа медицинской онкологии есть ротации можете работать в разных на разных быть факультетах слушать лекции у нас там есть такие клубы совместные и так далее и вы должны отслеживать клиническую практику и стараться участвовать клинических испытаниях если это возможно и делайте исследование проводить свои исследования по крыме на полгода а во время этого обучения в конечном итоге потом у вас будут уже экзамены а вот это первая статья опубликованная в 2004 году в диранду тут есть рекомендации по глобальной учебной программе медицинской онкологии и европейцы американцы и а сквес мы подписались под этим и дальше уже идут экзамены это очень важно как вы знаете с мостами на систему экзаменации экзаменации сертификацию на 5 лет два с половиной часа письменный экзамен еще разные вопросы и нужно набрать 60 баллов то есть это проходной балл поднимите руки кто прошли по этим баллам нет поднимите руки не к сожалению у нас есть несколько онкологов кто-то из москвы если санкт-петербурга они старались но мне кажется они не прошли они не набрали профессор очень грустно об этом говорить но это правда и никто здесь не набрал 60 баллов ну по крайней мере старались набрать да они над этим работают но вот для нас просто чтобы собственно это получается что просто обновили cv то что были на экзаменах осмо и все потому что у нас другая система получается вы просто обновляете свою резюме все таким образом что вы там проучились прошли были на экзаменах то есть как бы это не значит что мы не будем этим заниматься просто идиота только поправьте мне если я ошибаюсь и кто-то прошел этот экзамен но это очень важный момент и что касается в европе единственная страна где сертификат этот экзаменационный допустим если он у вас есть в руках вам не надо никогда уже снова это повторять вашей стране это две только таких страны швейцарию и слова и словения в остальных странах вам нужно также вот снова национальный экзамен проходить и хорошо если бы это было хорошо вот раздали и все и я помню я этот экзамен проходил это давно было и это было где-то в 1990 каком-то там году не помню и тогда только 60 всего со всего мира собраюсь участников на эти экзамены а сейчас как вы знаете эсма в европе в каире есть в разных странах проблема сейчас заключается в том что есть не определенные состыковки мест между обучением медицинской онкологии тем как она проводится в разных странах европы и вот а вот в эсмо когда я был председателем комитета эска эсма запросила в общем-то обучающие курсы по эволюции медицинской онкологии по этой международной программе обучения и мы узнали какие-то новые вещи интересно это карты европы как вы понимаете и вы видите только вот синим пока синим только показаны те страны где медицинская онкология признана официально и вот тут есть даже детали всего этого и только 23 страны во всей европе есть где медицинская онкология официально полностью признана она была признана и она все еще признаются как такая специальность в нидерландах и турции то это вот радиационная онкология но то есть вот все страны дания и финляндия молдовы и так далее смешан также с гематологии как во встрили в германии не признана совершенно в странах включая россию и не совсем ясно в таких странах как грузия скажем вот таковой ситуации европе я слышал не сегодня правда но в предыдущие разы когда я здесь находился петербурге слышат своего друга что россия все еще не имеет медицинской онкологии смысле она не является официально признанной совершенно вот интересный набор данных это количество лет внутренней этой медицины в европе дюрация от 0 до 2 лет 21 страна этим занимается и вот это 60 процентов всех европейских стран в течение трех или пяти лет 13 стран то есть это 37 процентов означает и через шесть лет на протяжении шести лет вот одна страна это австрия но это уже слишком вот 6 лет этой а медицины и вот видите как то есть большинство стран у них где-то 23 года на это обучение на интернов и сколько лет медицинской онкологии вам необходимо также вот обучение до одного года вот шести странах они отвечают респонденты это только 17 процентов это включая россию два года медицинской онкологии в 15 странах респондента говорит это 43 процента респондентов так ответе 4 года медицинской онкологии это 17 процентов респондентов ответить таковой ситуации в европе мы не объединены у нас нет единобразие у нас разные законодательства и вот конечно мы должны как-то добиться единообразия чтобы говорить как бы на одном и том же языке это окончательные результаты вот нашего ландшафта медицинская онкология признана только в 23 европейских странах в 9 странах она была принята а еще 7 стран адаптирована к этим стран а в 51 онкологическом обществе в европе эсма запросила рекомендации глобальной программы обучающей это было утверждено эта программа была утверждена и вот много стран видите включая россию здесь и когда вы закончите медицинские свои свое обучение медицинское можете стать практикующими центрами в институте или в раковом центре или в государственных госпиталях может быть и у вас будет частная практика например вот третья часть моего доклада заключается в том как можно планировать дальнейшую успешную карьеру медицинской онкологии с тем чтобы в общем-то получить поддержку каких-то других структур таких как эсмо или европейская школа онкологии и как эсмо может помочь в вашей карьере онколога эсмо предлагает вам глобальную программу обучающие и обучение и повторный сертификат то есть вы подтверждаете свой сертификат всеми также рабочие семинары школа молодого онколога мы называем также это уголок молодого онколога и различные стипендиарные программы вот эта программа онколога вы можете сделать это в трансляционных исследованиях или в трансляционных визитах или в паллиативной медицине или в известной программе трансляционных исследований джорджи аматы в клинических испытаниях и можете посещать различные клинические центры вот это основные характеристики программ эсмо до настоящего момента начиная с 1999 года даже 1987 года он поправился 133 вот этих вот исследовательских программ трансляционных и клинических 242 визита в различные клинические центры 36 паллиативных программ и исследовательские программы это можно сделать для вот 193 молодых онколог это пришли 242 это визита в центре 26 это палиативная медицина и также вот стипендия курсы стипендия жматью и вот что такое европейская школа онкологии европейская школа онкологии может предложить вам образовательные курсы может предложить вам магистрские программы и клинические обучающие программы есть обучающие программы центров они могут предложить эти программы и также Также сертификаты профессиональной компетентности. Есть и такая программа. И есть также электронное обучение. У вас есть программа электронного обучения? У нас, например, сидишь у компьютера каждый четверг, слушаешь прекрасную лекцию, которая длится один час. И вот каковы же программы клинического обучающего центра? Это программа Европейской школы онкологии. Она, в общем-то, посвящена тем, кто специализируется в течение последних пяти лет, уже на этом или завершает свою специализацию к началу этой программы. И они могут быть приглашены в качестве наблюдателей с визитами 3-6 месяцев, 2000 евро в месяц. Это такой грант. Или могут иметь статус практикующего специалиста. Три или шесть месяцев за те же деньги вы можете практиковаться в стране. И начиная с 2019 года у нас уже есть центры также в Восточной Европе, которые также предоставляют вот такое обучение в рамках этой программы. Как мы выбираем людей на эту программу? Как выбираем кандидатов? Кандидаты должны уже к этому моменту были проучаствовать, по крайней мере, в одном из мероприятий или в мастер-классе. Кандидаты могут приезжать либо из Европы, включая Россию, Латинскую Америку, либо из стран Средиземноморья, Африки. Кандидаты должны предоставить резюме с публикацией, если они существуют. Также письмо о мотивации, которое объясняет, почему нужна эта программа. На рекомендацию официально медицинские дипломы, доказательства специализации, кандидат на эту программу должен продемонстрировать компетентность в знании английского языка, главным образом. И здесь вы видите программу профессиональной компетентности Европейской школы онкологии, которую она проводит в сотрудничестве с известными европейскими университетами. Предлагается вам диплом компетентности профессионально по трем темам. Рак молочной железы, рак легкого или лимфома. И как вы можете получить этот сертификат? Вы можете вступить в этот университет. Например, 14 месяцев обучения лимфомии, а всего нужно 405 часов проучиться. И система, вы должны набрать баллы и сдать зачеты по 14 дисциплинам. В раке молочной железы вы приезжаете в университет в Германии на 13 месяцев. Университет Ульма. Три семинара, пять модулей у вас там будет. Всего 381 час и 13 сети. И последнее, но не наименее важное, это программа профессиональной компетентности по раку легкого. Это в Швейцарии. Проводится в университете Цюриха один год, то есть 12 месяцев продолжительность. И всего 100, вы видите, надо набрать сколько часов, и 14 сети. Это все касается медицинской онкологии. Несколько слов по поводу радиационной онкологии и химиотерапии. Она была разработана в Европе ЭСТРО в 2011 году. Это независимая онкологическая специальность. Так ее можно обучать или она интегрируется в общее обучение по онкологии. Период обучения должен быть по крайней мере 5 лет. Это полностью, полное обучение, либо в эквиваленте частичного, и по крайней мере 60% этой программы. То есть вы должны участвовать в клинических испытаниях, также в работе. И также была разработана в 2016 году глобальная программа обучения для хирургической онкологии, чтобы вы могли в Европе стать официально, скажем, хирургом-онкологом. И первоначально вот это была часть вот этой общей глобальной программы обучения. Вначале вы обучаетесь более общим дисциплинам, а потом специализируетесь как минимум 3 года в общей хирургии. Также вот есть программы, именно программы на протяжении двух лет, например, в Центрах профессионального мастерства по нескольким темам. Онкология, поджелудочный, рак поджелудочной железопечени, рак ЖКТ и так далее. И вот я не хочу говорить только о медицинской онкологии. Я просто хочу дать вам также информацию по поводу радиационной онкологии, хирургической онкологии. И вот на этом хочу вас поблагодарить. Мы можем сейчас или потом открыть общую дискуссию. Большое спасибо, профессор. Замечательная презентация. Вы, может быть, помните, я вам говорила, что наши резиденты, молодые врачи, они прекрасно знакомы с ЭСМО. И, конечно, нам очень хотелось бы учиться. И мы подготавливались к этой конференции. И наши врачи посещали эти программы. Наши молодые врачи прекрасно знают с тем, что предоставляют ЭСМО. И, конечно, нам известно, что мы должны работать над нашей специализацией. И, насколько я знаю, в следующем году наше Министерство здравоохранения решило разделить наши три специальности. Общая онкология, медицинская онкология, хирургическая онкология и так далее. То есть мы работаем над этим. Мы надеемся, что ситуация скоро будет полностью разрешена. А сколько лет у вас? Два года. Нет, до трех лет. Да, извините, до трех лет вместе. Всего три. Более общая медицина и медицинская онкология. Да, но, к сожалению, знаете, не так уж хорошо для нас, что пока не является для нас обязательным проходить интернет-медицину до медицинской онкологии. Я занималась этой медициной, потому что иначе невозможно понять медицинскую онкологию без внутренней медицины. Но это не является обязательным у нас. Очень жаль, но мне приходится это сказать. Каждый раз я разочарована. Сама говорю и сама разочаровываюсь. Да, каждый раз вы это по-разному мне объясняете. Помните, в прошлый раз, что вы мне сказали? Вы сказали, что невозможно найти деньги на обучение студентов в течение пяти лет. Это правда? Да, это правда. Точно. Потому что наше правительство покрывает только часть расходов на обучение. А остальное студенты сами, собственно говоря, сами платят. Это очень плохо. Это серьезная проблема. Это катастрофа, я бы сказала. Потому что нет мотивации для наших молодых врачей учиться дальше. Вопросы, да, у нас появились? Вопрос к профессору. Нам нужен микрофон. На любом языке можете задавать вопрос, только микрофон. Микрофон не используется. Микрофон, пожалуйста, используйте нормально. Микрофон упорно не используется. Совершенно разные вопросы, что касается ЭСМА и что делает ЭСМА. ЭСМА дает вам возможность прийти на экзамен, то есть пройти систему экзаменов. Если вы сдадите экзамен, то вы получите официальное в дипломе строку, что вы медицинский онколог, что вы онколог в Европе. А другое дело в вашей стране, это признают или нет? Я же говорю, что есть две страны в Европе, в которой действует этот сертификат ЭСМА, а в других все равно у вас национальный экзамен. Вот это одна часть этого. Вторая часть заключается в том, может быть, одно дело сертификат Европейской школы онкологов. Например, если вы пойдете на дальнейшие курсы программы повышения профессиональной квалификации, компетентности, это разные вещи на самом деле. То есть одно дело получить официально вот это звание медицинского онколога, а другое дело, может быть, что-то еще надо сделать, что-то полезное еще вы должны сделать. Вот, например, два, три, четыре, шесть месяцев вы проведете, обучаясь дополнительно, и вот это и делает Европейская школа онкологии. А между ними ничего, так сказать, нет. И важно, чтобы в вашей стране это все принимали, иначе какой смысл? Спасибо за ваш вопрос. Ответ. Еще один вопрос. Вы что касается первого сертификата, сертификата ЭСМА. ЭСМА, например, я обучаюсь здесь в России, и после этого я сдаю экзамены вот этот. И я имею право работать в Словении или в Швейцарии, нет? Нет, все равно надо. Понятно. Вы знаете, в чем тут речь еще? Не знаю, может, Матео мне поможет, я точно не помню. Мне кажется, что ЭСМА разрешает вас принимать участие в этом экзамене, независимо от того, учились ли вы там два-три года, проходили внутренние болезни плюс медицинскую онкологию. На самом деле для вас что важно и что нужно от вас? Чтобы для вас было, по крайней мере, свыше трех лет опыта в медицинской онкологии. Поправьте мне, если я не прав. По-моему, я так вот запомню, что это так, три года. Вы можете сдавать экзамены в ЭСМА, даже если вы не прошли регулярную программу медицинской онкологии. Продолжение следует...